Нормально воспримите информацию, пожалуйста. Я отпускаюсь с улыбкой и благодарностью. Я зашла с утра, немножечко офигела. Кто выйдет против меня? Вот так вот, вот так вот бывает. Всем привет, ребята, с вами Аня Покров, и это новый выпуск новостей. И сегодня я его снимаю в непривычной для меня обстановке, не в своей любимой комнате, а во временном доме. Потому что мы бомжи. Это, кстати, будет первая новость. И самое главное, знаете что? Мне страшно это вам говорить, только нормально воспримите информацию, пожалуйста. Вы видите у меня что-нибудь в руках? Я тоже нет. А значит, этот выпуск мы проведем без тучки. Предлагаю минуту молчания в памяти. Че-че? С тучкой все хорошо, на самом деле он живой и здоровый. Просто он где-то очень далеко. В коробках, которые мы не можем достать. Просто при переезде тут просто полная жесть творится. И я не могу найти тучку. Я сегодня так расстроилась. Но новости-то никто не отменял. Ничего, тучка вернется в следующем выпуске. Я его отыщу, я вам обещаю. Погнали к новостям? Нет, не погнали. Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк этому видосу. А еще я вам обещала, что если на видосе, где у нас апокалипсис в Dream Team наберется 100 тысяч лайков и 5000 комментариев, то я сниму первый свой влог. Так вот, 5000 комментариев мы уже набрали. Осталось только 100 тысяч лайков. Я уверена, в вас вы все сможете. И если вы хотите влог от нюктика, тогда давайте, терзайте. Ну что, погнали. Первая новость. Dream Team House в большом путешествии. Мы с ребятами очень давно хотели себе вместе куда-то поехать. И тадам, наконец-то мы все... Блин, я не представляю, чего вас ждет. Потому что у нас будет Евротур. Ира, не пали раньше времени. Реально, половина Dream Team'а уехала путешествовать по Европе. А именно Маша, Рыжик, Янгер, Ира, Коля. Вот, все ребята отправились тусить, отдыхать, смотреть, гулять. Я им очень, конечно, завидую. Я тоже очень хотела поехать, но не могу, потому что у меня съемки. И Артур тоже не может поехать. Вот, а ребята уже посетили Хорватию и направляются дальше. Все правильно, мы приехали в Хорватию. Я просто забыла рассказать вам. Все правильно, мы приехали в Хорватию, я забыла рассказать вам. Мы обошли уже все просто, весь Загреб, это столицу. У меня ноги устали, мы весь день гуляем. Мы везде гуляем. Мы везде гуляем. Но зато здесь очень много красивых мест. Дальше у них большой список стран европейских. Поэтому следите за ними в соцсетях. И я тоже буду следить и завидовать. Ладно, мы тоже скоро кое-куда поедем. Да, мы с Артуром поедем тоже отдыхать. Ненадолго. Это даже будет не за границу, но будет очень красиво. Короче, ждите. Скандальный клип Егора Крида. Егор выпустил альбом, а после чего выпустил клип на Пусси Бой, где снялись две актрисы, которые очень похожи на Валю и Дину. Актриса, кстати, которая похожа на Валю, но они блогеры, тоже девочки. Ей очень часто сносили соцсети, инстаграм за то, что она копирует Валю. Вот сейчас на них тоже обрушился огромный шквал хейта. Ну, потому что клипец там, конечно, такой жесткий. Вот, плюс, конечно, ТикТок сейчас просто кишит Вале и Егором. Там просто ТикТок состоит сейчас чисто из-за таких видосов. Вот, я тоже как-то случайно ввязалась в эту ситуацию. Блин, я даже не хотела, на самом деле, это рассказывать вам. Просто понимаю, что я не могу не поднять эту тему, потому что вы будете писать. Короче, я просто сняла под трек Егора, потому что он мне очень сильно понравился. Без всяких задних мыслей. И просто вот все ребята слушают. Я тоже такая, типа, хей! Вот, сняла ТикТок. И я не знаю, ни о чем не думала. И Валя обиделась и отписалась от меня в Инстаграме и в ТикТоке. Вот, я зашла с утра, немножечко офигела. Блин, я расстроилась очень сильно. И расстроилась и из-за Вали, и из-за того, что мне начали жестко хейтить. Просто мне начали писать, сдохни, умри, мразь. Я вообще не умею нормально относиться к хейту. Мне очень тяжело его воспринимать. Поэтому я, когда все это читала, у меня вот так вот слезы, истерики. Я говорю, что делать? Ярик, что делать? Он говорит, ну, удаляй ТикТок. Ну, короче, была очень сложная ситуация. Очень много плакала, расстроилась. Больше не хочу в этом участвовать. Вот, а ТикТок сейчас до сих пор кипит теми, кто поддерживает Валю. Теми, кто поддерживает Егора. Те, кто за Валю сейчас снимают такой тренд, который запустила Валя случайно. И единственное, что я тоже считаю лицемерием, это огромное количество блогеров, малоизвестных, например, или просто обычных девчат, которые, ну, как мне кажется, хотят тоже успеть забежать в последний вагон хайпа, показать, какие они хорошие. Типа, такие, вот мы поддержали Валю. Ну, мне кажется, снять подзвук это не сильно поддержка. Вот, короче, странно. Но вот так вот, вот так вот бывает. Да, но вот такая вот ситуация сейчас в ТикТоке. Мне кажется, скоро об этом уже забудут и будут спокойно слушать альбом Егора. Но не знаю. Давайте, короче, к следующим новостям. Я не хочу долго обсуждать совсем. Морген будет драться в МЛА. Короче, походу, все решили уйти в какие-то бои, бокс, смешанное единоборство и так далее. Стало известно, что Алишер подписал контракт с Hardcore FC MMA. Я не уверена, что я правильно прочитала, просто в этом совсем не понимаю ничего. Который занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам. Скажем, ММА надо запрещать. Подожди, но за 20 миллионов долларов ты готов ворваться на Hardcore и подраться? За 20 просто рублей. За 20 просто рублей? Контракт подписан, это официальное заявление. Ищем соперника. И генеральный директор организации выложил у себя пост в Инстаграм, где сказал, что контракт подписан. И написал в комментариях, чтобы они писали оппонентов для Моргена. Мне кажется, интернет сходит с ума реально. Бой Века, Бабич Милохин, Джигана Емельяненко, Морген. Вы что, пацаны? У вас что, по весне тут мозги крышу сносят? И вы такие типа, надо показать, какие мы красавчики. Не знаю, но это смешно. Но это прикольно, конечно, все будут следить. Но это просто реально все рэперы и все блогеры решили пойти драться. Может тоже? Кто выйдет против меня? Пишите в комментариях оппонента. С Бабичем. Я вот каждый день с правой, с левой. У Милохина с группой Sorry Jesus наконец-то вышел трек «Мама». Вторая «Мама, я не гей, мама, я рок-звезда». «Мама, я не гей, мама, я рок-звезда». «Будет делать то, что другим делать нельзя». «Волосы покрашу и накрашу глаза». «Мама, я не гей, мама, я рок-звезда». «Мама, я не гей, мама, я рок-звезда». И еще и вышел клип. Ну, там не прям клип, там муд-видео. Но тоже классно, если еще не смотрели, зацените, песня играет уже во всех, мне кажется, тачках этого города. Это один из лучших тоже треков Дании. Мне кажется, вообще сейчас его стиль в музыке мне очень заходит. Вот эта вот, знаете, рокерская какая-то тоже под тема. Ну, очень она ему идет. Он такой в ней органичный, он такой краш. Божечки, девочки. Очень клевый трек, конечно. Типа, я прям... Ну, а вот эти переходики в ТикТоке. Ну, если еще, короче, не слышали, то гоу. А у меня есть для вас следующая новость. «Джиган делает новый хит». Год назад Джиган запустил случайным образом мем про ахреный хапчик. Это расфорсилось по всему интернету. И после этого он запустил трек с Милохиным и Тимити. «Ахреный хапчик», который как раз так назывался. «Кофиг, сколько денег? Кофиг, сколько тачек? Главное, что бил, что ахреный хапчик?» А сейчас по интернету гуляет новая фразочка. Новая фразочка от Джигана, которая гласит, типа, «Сейчас на Чиле, на Расслабоне». «Пока на Расслабоне, на Чиле». И вот Джига решил сделать трек, который называется «На Чиле», где примет участие столько охеренных артистов. Я вам сейчас прям зачитаю рэпчиком, кто будет вместе с Джигой. «Джиган совместно с Егором Кридом, Лимбой, Благо Уайтом, Оджи Будой, Тимати, Гуфом и Содолов». Мне кажется, это разорвет просто все чарты. Ну, потому что еще и мы мы тут начали. Я вчера видела ребят, мы вчера были на тусовке Лимбы. У Лимбы, кстати, вышел альбом, с чем мы его очень сильно поздравляем. Треки тоже просто разнос. Мы вчера танцевали, тусили, очень круто было. Вот, ребята решили тайком от Лимбы сделать ему сюрприз и устроили огромную тусовку. Куда позвали, ну, из наших позвали меня, Марусю и Артура, потому что мы больше всего общаемся как раз-таки с Лимбой и с Рахимом. Вот, а так там еще было очень много ребят, как раз-таки Сода, Майота, Будда. А, Будды не было вчера. Вот, Рина была, все танцевали, тусили. На Ваи был и много пацанов, которые дружат с Лимбой. Вот, огромный торт. Ну, короче, было прям круто. И Джига вчера тоже ходил. Я к ним подходила, спрашивала, ну, когда уже, когда этот трек? И выйдет он уже совсем скоро. А именно, по-моему, 25-го. Вот, так что ждем на Чили. Лина Ком стала новой ведущей шоу «Пушка». Лина рассказала, что она всегда мечтала стать гостем «Пушки», когда его ведущей была Ксюша Хоффман. Ну, она очень долго этого хотела. И когда Ксюша ушла, она очень расстроилась, потому что, типа, ну, все, мечте не сбыться. Но потом ее саму позвали на роль ведущей. И там Лина уже вообще просто нарыдала, звонила всем. Мне тоже звонила, спрашивала, идти, не идти. И, блин, капец, представляешь, пригласили. Короче, ребята, давайте поздравим Лину, посмотрим ее первое интервью и будем ждать следующих. Клава Кока записала трек о Диме Гордее. У Клавочки, кстати, был день рождения. Если вы еще не поздравляли, обязательно пишите ей в инстаграмчике. Была очень крутая тусовка, о которой я вам чуть позже расскажу. Какие-нибудь инсайтики тоже оттуда расскажу. И Клава в честь своего дня рождения опубликовала кусочек трека, который, как мы все понимаем, посвящен Диме. Они все видели меня, сверкающие только. Ты так любил, когда на кухне и в твоей футболке. И мы больше не объездим мир. А что осталось у меня от тебя, от тебя? Кроме этих капель соли на моих щеках. Клава написала вот что. Завтра у меня день рождения, и я хочу начать его с новой строки. С этой песней я отпускаю все, что заставляет мое сердце кровоточить и не дает мне спать по ночам. Я отпускаю с улыбкой и благодарностью. Я отпускаю тебя. Написала Клава у себя в инстаграме. У меня аж мурашки. Я даже когда слушала кусочек этого трека, у меня тоже чуть ли не слезы и мурашки были. Я понимаю, как это лично для Клавы, и как она вообще долго не хотела этого носить. Но раз такая ситуация произошла, то уже все, ничего не попишешь. Кстати, Клава помирилась с Егором Шипом. Она сказала все, брейк, мир, дружба жувачка. Хотя до этого они ругались. Но все-таки ребята на одном лейбле, и ругаться странно. С Димой я думаю, что Клава реально его отпустила сейчас и начнет жить заново. В своем интервью она тоже немножечко дала понять свое отношение к этой ситуации. И здесь я ее очень сильно понимаю. А это были все новости на сегодняшний день. Кстати, не забывайте писать комментарии. Потому что лучшие комментарии попадают ко мне в следующий выпуск. Кстати, мы забыли посмотреть в начале лучшие комментарии. Давайте посмотрим сейчас. Три, два, один. Лучший комментарий с предыдущего выпуска прямо сейчас перед вами. Да, ребята, я все читаю. Я все смотрю. Потому что мне важна ваша реакция. Так что давай еще раз. Пиши комментарий. Ставь лайк под этим видосом. Подписывайся на канал. Добивай 100 тысяч лайков на видео про апокалипсис. Жди мой влог. Ух, вроде все сказала. С вами была я, Аня Покров. Всем пока-пока. Люблю вас. Блин, здесь такой звук странный. А вот в этом доме. Вообще реально, как бомжи сейчас, ребят, живем. Дом не можем найти. Блин, сидим на коробках. Я прямо эхом себя слышу. Понял? Реально бомжары. Я сегодня тучку даже найти не смогла. Пойду вещи разбирать. Срочное включение. Потому что Валя записала ответку Егору. Валя долгое время не давала комментарий по этому поводу. Никак не отвечала и не реагировала на эту ситуацию. Но сейчас она выложила сниппет в ТикТок, где записала ответный трек Егору. И после этого она еще и истории выложила. Сказала, раз ты так любишь общаться через истории, окей, лови ответочку. Я устала хавать все это в тишине. Ты знаешь, что за меня некому заступиться. И если бы у меня был батя, он бы переломал все кости. После чего Егор тоже написал в своем инстаграме, что он чувствует себя Джонни Деппом. А она его Эмбер. Кто не знал, Джонни Депп со своей женой Эмбер уже очень долгое время судится. Из-за разных ситуаций. Но изначально она говорила, что у них было домашнее насилие. Он ее избивал. И очень долгое время, короче, все это уже длится. Все их разборки. И вот Егор сравнила ситуацию с Валей. Короче, рассказала вроде все. Дальше пишите комментарии, что думаете по этому поводу.